Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Макс. В первую очередь я хочу поздравить вас с наступившим 2020 годом. Пожелать вам самого наилучшего, чтобы все ваши задумки, мечты, желания все сбылись в этом году. И, соответственно, чтобы у вас была стабильная и надежная и качественная печать. А сегодня у нас видео сравнение двух замечательных оттендов. Штатный от Creality MK8 всем достаточно известен, потому что его используют очень часто в разных принтерах, как бюджетных, так и в более дорогих. И более продвинутый оттенд CR10 Fullmetal от компании Mellow Store. Сразу хочу отметить, что из Китая я не получаю каких-то благ, бонусов, скидок и бесплатных товаров. За все я плачу свои собственные деньги. Поэтому стараюсь выбирать и качественный товар, и более дешевый. Но если уж переплачивать, то за товар, который действительно стоит своих денег. Магазин Mellow Store меня полностью устраивает, как по цене, так и по качеству. И поэтому я вам его и рекомендую. Ну что ж, а теперь давайте сравним два этих замечательных оттенда и ответим на главный вопрос. Стоит ли менять штатный оттенд MK8 на более продвинутый MK10 Fullmetal? Итак, друзья, перед вами оттенд MK8. Данный оттенд отработал у меня больше года. Передом отпечатал на нем около 12 кг пластика. Оттенд показал себя с лучшей стороны. В принципе, как рабочая лошадка. Хотя не всем так везет. Данный оттенд это лотерея. Если сделали хорошо и качественно, но будут работать верой и правдой, у вас может быть вообще долгие годы. А у некоторых подписчиков он проработал всего лишь пару месяцев и начались проблемы с печатью. Данный оттенд состоит из следующих элементов. Тефлоновая трубка, фитинг, радиатор, внутреннее горло, нагревательный блок и сопло. Для данного оттенда используются два основных вида сопел. Вот такое вот штатное сопло, форменное и вот такое заостренное сопло. Я рекомендую брать именно заостренное. О нем я делал отдельное видео. Обязательно посмотрите именно сравнение с сопел. Нагревательный блок стандартный. Резьба М6. Здесь у нас отверстие под винты для крепления на наш радиатор. Здесь у нас отверстие тоже 6 мм под нагревательный блок. Здесь у нас отверстие 2 мм под термодатчик. И отверстие под крепление проводов для термодатчика. Но сказать, что он качественно сделан я не могу. Так как здесь везде есть люфты, резьба очень сильно прослаблена. Поэтому наше сопло очень хорошо гуляет. И поэтому иногда возникают проблемы с подтеканием пластика. И все в процессе печати из-за вибрации сопло или горло немного раскрутилось. Соответственно возникает зазор, подтекание и пробка. Теперь переходим к одному из самых важных элементов. Это горло. Оно у нас сквозное. В него вставляется 4 мм тефлон. Полностью насквозь. Чтобы закрутить хорошо качественно в наш нагревательный блок, мы его фиксируем на нашем радиаторе с помощью воткого шестигранника. Но сразу хочу отметить, что после пятой разборки данный шестигранник внутри слезался. То есть его нужно менять. Иначе горло просто некачественно поджимается. Для того, чтобы горло не прокручивалось, видите, я сточил немножко поверхность. И вот таким образом оно фиксируется. Также хочу обратить внимание на радиатор. Он у нас прослаблен. И наше горло внутри болтается. А это огромный минус. Дея в том, что радиатор у нас отвечает за отвод тепла от нашего горла. Чтобы он не перегревался от нагревательного блока. Чтобы хоть как-то выйти из положения, я обмотал наше горло вот какой-то пищевой фольгой. Таким образом убрал все люфты и зазоры. И теплоотвод, конечно, улучшился. Но это еще один минус штатному хот-энду. А мы переходим к завершающему элементу. Это фитинг. Задача фитинга удерживать максимально качественно нашу тефлоновую трубку в горле. Если фитинг не справляется, тефлоновая трубка может немножко заехать вовнутрь. И таким образом между тефлоном и соплом образуется зазор, который заполнится филаментом. А значит образуется пробка, забивание сопла и печать остановится. Как видите, ребята, на качество печати влияют абсолютно все элементы данного хот-энда. Но качество обработки их, честно говоря, просто ужасное. Поэтому иногда данный хот-энд выходит из строя и перестает качественно печатать. А у некоторых он изначально вообще плохо печатает. Поэтому я свой выбор остановил на двух хот-эндах. Вот такой вот Crazy Хот-энд. Более дорогое решение, но он действительно стоит своих денег. Я его поставлю на свой новый проект с кинематикой Core X-Y, который мы будем собирать уже в этом месяце. И более доступный хот-энд CR-10 Full Metal. В такой упаковке он ко мне пришел. Я его специально купил на замену нашего штатного хот-энда MK8. И к нему запасное сопло и защитный силиконный кожух на нагревательный блок. Данный хот-энд состоит из следующих элементов. Сопло, нагревательный блок, горло, видя коротенькое такое, радиатор и фитинги. Фитинги пластиковые, но достаточно надежные. По крайней мере у меня точно такие же стоят на BMG экструдере от того же магазина Mellow Store. Обратите внимание на качество поверхности данного сопла. Оно полированное, сделано на высокоточном оборудовании. Это заметно невооруженным глазом. Все фасочки, поверхности, все зеркально, все шлифовано. Если сравнить со штатным соплом от MK8, то я думаю здесь и так все очевидно и видно. Качество обработки нагревательных блоков тоже разнится. И это не потому, что данный MK8 был в работе и он потерял внешний вид. Здесь очень хорошо видно все по фаскам, по резьбе и по всем остальным отверстиям. Резьба на CR-10 более точна. Поэтому люфт здесь есть, но не такой большой. Например, как на MK8. А это очень важно, потому что в процессе вибрации работы нашего принтера сопло может немножко раскрутиться. Соответственно у нас будет зазор, пробки и забивание. Также хочу обратить внимание на отверстия под термодатчики. MK8 менее универсален. Сюда можно поставить только 2-х миллиметровый датчик. А вот такой вот 3-х миллиметровый сюда не встанет. У CR-10 два отверстия. Один под 3-х миллиметровый датчик, а второй под 2-х миллиметровый. То есть он более универсален. 6-ти миллиметровый нагревательный элемент становится в оба блока великолепно. Здесь никаких претензий нет. Кстати, датчики температуры и нагревательные элементы я также купил в магазине Mellow Store. Стоят они там чуть дороже, чем в других магазинах, но зато очень высокое качество. Мне понравилась обмотка. Все сделано очень добротно и действительно надежно. А это для меня очень важно. Вот так вот, друзья, выглядит горло для CR-10. Видите, такое короткое, цельнометаллическое. В отличие, например, от MK-8, который идет сквозной под тефлоновую трубку 4 мм. Горло MK-8 не имеет никаких фиксаторов. То есть его можно закрутить практически на вылет. А это очень плохо, поверьте, особенно при сборке. Если вы где-то что-то не докрутите, соответственно у вас возникнет пробка. Поэтому сборка MK-8 требует достаточно высокой точности и правильности сборки. С горлом CR-10 проблем никаких не будет, потому что стоит специальный фланец, который не позволит нашему горлу закрутиться дальше, чем нужно. То есть мы закручиваем его до максимума. При этом хочу обратить внимание, что на фланце есть специальные вырезы под ключ. Чего нет, естественно, на горле MK-8. С обратной стороны мы фиксируем нашим соплом. И таким образом у нас никаких пробок, естественно, быть не может. Поэтому данная конструкция более эффективна, на мой взгляд. Есть, конечно, сомнения по поводу цельнометаллического горла. Потому что оно рассчитано для более высокотемпературных пластиков, таких как АБС, нейлон и так далее. Для ПЛА и ПДЖ, конечно, лучше использовать тефлон. Но это все покажет практика и качество печати. Чем мы, в принципе, займемся дальше. Теперь переходим к сборке радиатора. В отличие от MK-8, где мы просто вставляем горло, у CR-10 идет специально посадочное место под горло. Как внутри, так и снаружи. Соответственно, теплоотдача происходит максимально качественно. Вставляется радиатор вот таким вот образом. И фиксируется шестигранником. И хочу отметить, что здесь не нужно шестигранник сильно перетягивать, в отличие от MK-8, где он, естественно, со временем просто слежется. Еще обратим внимание, что на горле есть специальный паз. Именно под шестигранник. То есть все продумано просто великолепно. Я не знаю, кто разрабатывал данный хотенд, но я бы ему пожал руку. Потому что действительно очень качественно и продумано все. Переходим к фитингу. В MK-8 он играет просто важнейшую роль. Если он ослабится, тефлонная трубка просто вылезет немного. А значит образуется зазор, пробка, засорение сопла и тому подобное. Поэтому качество сборки и качество работы самого фитинга играет важнейшую роль именно в MK-8. В CR-10 ситуация другая. Здесь тефлонная трубка не отыгрывает такую роль. То есть она всего лишь является как направляющей для нашего филамента. И поэтому разработчики поставили вот такой вот простой фитинг. Быстросъемный, качественный и достаточно удобный. Он имеет вот такие вот защелочки. Вставляется в наше отверстие. Все достаточно просто. Теперь давайте проверим качество работы нашего фитинга. И все, мы не можем никак его вытащить. То есть он держится просто великолепно. Для того, чтобы фитинг у нас не люфтил вот таким вот образом, используем специальный фиксатор. Данный механизм проверен на BMG экструдере. Работает великолепно. Нареканий на него нет. Ну и завершающий элемент, это вот такая силиконовая накладка. Очень важная, очень нужная. Всем рекомендую ее прикупить на ваш хот-энд. Потому что она не позволяет вашему нагревательному блоку влиять на качество печати. Дело в том, что у нагревателя очень большая область, которая подогревает вашу деталь. И в процессе печати она будет ее немножко подплавлять. За счет вот такой вот силиконовой накладки, соответственно, температура от нагревателя не будет попадать на вашу деталь. Особенно, если вы будете печатать такими легкоплавкими пластиками, как PLA и PG. Как видите, я распечатал огромное количество образцов, деталей. И это еще не все количество. При этом на все это дело ушло у меня практически полторы недели на тестирование. Чтобы мне не было стыдно перед моими зрителями, которым я порекомендую этот хот-энд в работу. Вот такие два калибровочных куба распечатал. С левой стороны это у нас MK8. Немножко поверхность такая не очень гладкая. CR10 справился чуть лучше. Но это самая простейшая модель, на которой не стоит зацикливаться. Потому что ее, в принципе, печатают практически все хот-энды отлично. Я решил усложнить задачу нашим хот-эндам и пустил на печать вот такую вот эльфийку. MK8. Вот такая вот эльфийка получилась. Высота слоя 0,2 мм. Пластик PLA от PlexiWile. Укладка слоем мне нравится. Качество действительно очень хорошее. Печаталась она вот так вот лежа с поддержкой. Видите, сзади есть поддержки. Но детализация мне очень нравится. То есть, благодаря модернизации MK8 мы получили очень достойное высокое качество печати. На CR10 качество немножко лучше. Укладка слоев более равномерная и плавная. Давайте сравним две модели. Видите, CR10, в принципе, печатает очень неплохо. Детализация, никаких пропусков. Укладка слоев равномерная, качественная. Так, как должно быть. У MK8 есть небольшие огрехи. Но в целом печать обоих хотендов достаточно хорошая. Теперь давайте более подробно о модели распечатанной на CR10. Вот такая вот эльфийка. Видите, она выполнена не очень качественно, именно сама 3D модель. Видны полигоны. Вот эти вот переходы, это не проблема хотенда. Это проблема самой детали. В программе Кура эти полигоны очень хорошо видны. Поэтому, когда вы запускаете на печать вот такие вот сложные детали, обязательно проверяйте, чтобы качество 3D моделей было тоже на высоком уровне. В любом случае, CR10 меня порадовал своей детализацией и качеством печати. Это две модели малыша йода в масштабе 70% от их реальной величины. В черном цвете это CR10, в зеленом цвете это MK8. Качество печати практически на одном уровне. Внизу все пропечаталось просто великолепно. Все площадки, все очень ровненько, гладенько. Все буквы, все как полагается. Единственный косяк данных моделей, это вот такие вот наплывчики на шубе. Самое интересное, что данные наплывы присутствуют на обоих хотендах. Как на MK8, так и на CR10. Я решил распечатать модель в масштабе 50% от реальной величины. CR10 и MK8. Качество практически одинаковое. Но при этом все равно наплывы присутствуют. Но самое интересное, было дальше. Когда я запустил на CR10, вот такого вот малыша в масштабе 30%. Обратите внимание, что наплывов практически нет. Шубка получилась достаточно гладкой, только в области рукавов есть небольшие наплывчики. Чтобы снять подозрения с нашего штатного от Creality обдува, я решил сингиверца распечатать вот такой вот всем известный обдув с улиткой. Он достаточно мощный, в принципе спроектирован очень неплохо, но у него есть ряд косяков и недостатков. В отдельном видео я все это расскажу и более подробно вам покажу. Но, к сожалению, такая модернизация не особо помогла в решении проблемы с наплывами. Чтобы вы понимали, для решения проблемы с мастером йода, именно с этими наплывами, я поделал огромнейшую работу. Я пересобрал полностью с нуля принтер. Абсолютно весь. Плюс снял рельсу с оси X. Убрал ось Z. При этом откалибрал BMG экструдер, откалибровал PID нашего стола и хот-энда, и даже откалибровал сами моторы. То есть напряжение на драйверах. Но ни один из этих методов не помог решить проблему с мастером йода. Поэтому за помощью обратился к известному вам блогеру Сергею Ирбису. Он проанализировал эту модель и сразу же сказал, что она дефектная. И поэтому возможно и возникают такие проблемы с наплывами на шубе. Просто мне так повезло и попался вот такой вот дефектный образец, с которым я намучился и потратил практически неделю своего времени. Дело в том, что у него была уже такая ситуация с печатью одной из деталей. То есть проблема данного дефекта возникает скорее всего или из-за неправильного просчета слайсера куром, или же самой материнской платы. Дело в том, что она слабая 8-битная, она не вытягивает такую геометрию. Чтобы решить эту проблему, я в первую очередь заменю нашу штатную материнскую плату на более качественную продвинутую 32-битную Big3Tech версии SKR 1.3 с TMC драйверами 2208. Она уже давно у меня пылится и пора ее уже поставить на свое законное место. Хотел бы немножко сказать еще о печати другими пластиками, высокотемпературными. Потому что данный хот-ин предназначен именно для этого. Для высокотемпературных пластиков, как ABS, дерево, карбон, нейлон и так далее. За счет своего цельнометаллического титанового горла. Вот этот обду я напечатал пластиком ABS на CR10. Посмотрите на качество печати данного хот-инда. Вообще практически косяков никаких нет. За исключением небольших точек. Это у нас проблема откатов. Дело в том, что настройки остались еще с пыла, их нужно было немножко изменить. Чтобы окончательно убедиться в надежности и качестве печати данного хот-инда, я решил распечатать всем известные вазы в режиме ваза. Вот такая вот вазочка у меня получилась на CR10. Посмотрите на укладку слоев. То есть вообще никаких косяков нет. Все очень красиво. По крайней мере, моей супруге очень понравилось. Она попросила распечатать только побольше. А как вам такая ваза? Эти все вазы печатались в один слой толщиной 0,4 мм. Слои уложились просто великолепно. Я, честно говоря, очень доволен качеством печати. Но вот эта ваза, ребята, ставит все точки над И. Это печать пыла пластиком, который достаточно тяжелый для нашего хот-инда. Но он справился с этой задачей вообще без проблем. Посмотрите, ребят. Ну, я думаю, здесь вообще никаких претензий быть не может. Толщина слоя 0,4 мм. Никаких пропусков, грани, все как полагается, все супер. А так в целом можно сделать вывод. Если ваш МК-8 изначально плохо печатает, или со временем начал плохо печатать, или вы просто хотите модернизировать ваш хот-инд, или планируете использовать помимо полопластика еще более серьезные пластики, как карбон, дерево, нейлон и так далее, то тогда вам однозначно стоит рассмотреть в сторону именно ЦР-10. Потому что здесь используются качественные материалы, очень качественная обработка, и по стоимости он достаточно демократичен, учитывая его качество. Этот хот-инд и комплектующий для 3D принтера вы можете купить в магазине Mellow Store. Ссылочку на него обязательно скину под видео в описании. Надеюсь, это видео вам понравилось. Я постарался здесь быть максимально объективен, показал все сильные и слабые стороны наших хот-индов, на что они способны. Каждый из вас сделает для себя выводы. Не забывайте, что под видео очень много полезных ссылок из Китая, которые вам помогут сэкономить при модернизации вашего 3D принтера. А с вами был Макс. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока, друзья.